Ни для кого не секрет, что коронавирусная инфекция представляет особую опасность не только для людей пожилого возраста, но и для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Кардиологи подтверждают, что ковид поражает не только легкие, но и сердце. Сердечники не только тяжелее болеют, но и дольше восстанавливаются после ковид-19. Поэтому лучше себя обезопасить и записаться на прививку. Рафика Гемодинова, пациентка кардиологического диспансера, признается, что в последнее время ее мучают приступы стенокардии. Чтобы не подвергать здоровью опасности, избежать коронавирусной инфекции и ее побочных воздействий на сердечно-сосудистую систему, решила привиться. Я подумала, думаю, наверное, надо сделать, потому что посмотришь кругом, то большие смертности. Ну, наверное, каждый человек должен был сначала подумать о том, что хочешь жить, и, как говорится, надо лечиться, надо прислушиваться к этому. Вот я так и решила. Однако все оказалось не так просто. К больным с патологиями сердца и сосудов особое внимание. Не стоит забывать о противопоказаниях. Так, после осмотра у врача-терапевта Рафике Алиуловне был поставлен временный медотвод. Прежде чем вакцинироваться, пациентке необходимо пройти курс лечения. Прививка ей пока противопоказана по здоровью. Пациенты сложные, поэтому у нас сегодня группа была небольшая. Приходится каждому подбирать индивидуальные варианты решения. В случае обострения хронических заболеваний или наличия вирусных инфекций, по нормативным документам, мы тоже временный медотвод. В первый день акции выездная бригада в кардиологическом диспансере привила 20 пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы. Основная часть из них – ульяновцы, состоящие на диспансерном учете. В планах начать вакцинировать на постоянной основе по понедельникам и четвергам. Прививка доступна всем желающим и абсолютно бесплатна. На диспансерном учете в кардиологическом диспансере состоит 1630 человек. И, в общем-то, цель прививать их именно здесь, ну, во-первых, это, так сказать, полностью взять под контроль диспансерную группу. Прививки будут спутник ВИ и спутник ЛАЙТ. Для кардиологических пациентов и та, и другая подходит прививка. И, конечно, для нас цель привить максимально наших пациентов. Даже у здоровых людей коронавирус оказывает неблагоприятное воздействие на сердце, в частности, вызывает воспаление миокарда или миокардит. Чаще всего это пациенты, которые госпитализированы в средне-тяжелом или тяжелом состоянии. Поэтому лучше перестраховаться и привиться.